Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот эти замечательные серьги. Если вы подписаны на мой канал или на канал Ксении Швиденко, то я уверена, вы узнали схему. В прошлом году мы с Ксенией уже обменивались своими схемами и по вашим запросам мы решили сделать это еще раз. Эти серьги оказались наиболее популярными, поэтому именно их я и покажу, как выполнить. Кстати, этот мотив Ксения использовала еще и для выполнения браслета. Поэтому, если вы работаете и двой, посмотрев сегодняшний мастер-класс, вы сможете выполнить не только серьги, но и браслет. Ну что ж, давайте приступать! Для работы нам понадобятся вот такие материалы. Я буду использовать нитки Ариана Вега номер 20. Вот такого серого оттенка. В своей работе Ксения использовала еще и мононить, поэтому я решила повторить это и посмотреть, что получится у меня. Использовать я буду вот такую невидимую мононить, я ее уже показывала в предыдущем видео. Выглядит она темной, но на самом деле прозрачная. Если вы только начинаете работать в технике фривалете, я вам советую сначала попробовать выполнить этот мотив без мононити. Или сначала потренироваться использовать мононить на более простом мотиве. Иглу я буду использовать номер 7. Если у вас есть две такие иглы, отлично, работа будет идти быстрее. Но если только одна, ничего страшного, я покажу, как выполнить мотив и с использованием только одной иглы. Также мне понадобится нить-вдеватель, булавочка, крючок и ножницы. По бусинам для расшивки и швензам я еще не определилась. Решу это чуть позже. Нитку нам нужно будет отрезать от клубка. Если вы не хотите добавлять ее в процессе работы, то отрезать вам нужно 3 метра 60 сантиметров. Мононить отрезаем такой же длины. Итак, влево у нас идет длинная рабочая нить. А справа нужно оставить хвостик около 80 сантиметров. Набираем первое кольцо по схеме выше. Ссылку на уроки по основам фриволите для тех, кто только начинает работать в этой технике, я, как обычно, оставлю в описании под видео. Пико делаем маленькое, 3-4 миллиметра. Закрываем кольцо. Переворачиваем работу и выполняем узелок. Проверяйте, что вы затягиваете обе нити, чтобы потом не оказалось, что мононить у вас где-то торчит. Продолжение следует... Теперь выполним дугу и на ней будут расположены 3 кольца. Набираем 8 узлов, пико, 5 узлов. Итак, я набрала нужные узлы. Теперь протягиваю иглу через них, но дугу не закрываю, так как она у нас еще не завершена. Если у вас только одна игла, то теперь вам нужно вытащить из нее нитку. Если у вас две иглы, как у меня, то вы можете просто отложить хвостик с иглой в сторону и взять вторую иглу. Располагаем эту иглу ушком влево. Набираем на ней узлы по схеме выше, используя рабочую нить, то есть длинную нить, которая у нас слева. Заправляем рабочую нить в иглу и закрываем кольцо. Не выполняем узелок и не переворачиваем работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Вытягиваем нитку из иглы. Если у вас она одна, то сейчас вы заправляете в нее ведущую нить, то есть хвостик, который у вас находится справа. А если у вас две иглы, то вы берете первую иглу, в которую уже заправлен хвостик. Набираем четыре узла. Проходим иглой через узелки. Выполним еще одно кольцо на дуге. Если у вас игла одна, то сейчас из нее вы вытягиваете нить. А если у вас две иглы, то вы просто берете вторую. Располагаем эту иглу ушком влево и набираем следующее кольцо. Выполняем соединение с предыдущим кольцом. Закрываем нитку в иголку. И закрываем кольцо таким же образом, как и предыдущее. Набираем еще четыре узла основной дуги. Субтитры создавал DimaTorzok Выполним еще одно, третье кольцо на дуге и присоединим его к предыдущему. Закрываем это кольцо таким же образом, как и предыдущие два кольца. Набираем оставшиеся два узла основной дуги. Закрываем Проходим иглой через пико самого первого кольца, затягиваем дугу и закрываем ее, переворачивая работу. Теперь выполним дугу и присоединим ее к последнему кольцу. Продолжаем иглу через пико, затягиваем дугу, переворачиваем ее и выполняем узелок. Продолжаем иглу через пико, затягиваем дугу и закрываем пико. Теперь выполним маленькую дугу из 8 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Продолжение следует... теперь выполняем кольцо и соединяем его с пико которое было расположено на предыдущей дуге и закрываем кольцо переворачивая работу выполняем дугу из 12 узелков закрываем дугу переворачивая работу теперь нам нужно выполнить симметричные элементы выполняем симметрично вот это колечко соединяя их между собой и Продолжение следует... 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 если у вас одна игла то вы помните что вы протягиваете иглу через эти узелки и используете иглу для набора кольца на дуге так как у меня две иглы я покажу вам еще один способ как можно выполнить эти кольца на дуге я иглу с набранными узелками оставляю на месте а на 2 я буду набирать узелки для кольца набираю первые два узелка и выполняю соединение с пико которое мы с вами зафиксировали булавочкой а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь набираем 4 узелка основной дуги Выполняем среднее кольцо, соединяя его с предыдущим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снова набираем 4 узелка основной дуги Выполняем последнее колечко, присоединяя его к предыдущему Набираем оставшиеся узлы основной дуги Затягиваем дугу и присоединяем ее к самому первому кольцу Затягиваем дуги Затягиваем дуга Добираем дуги нитки и заправляем кончики в рядом расположенные узелки. Чтобы узелок не распускался, я его сначала немножко ополю. Продолжение следует... Вот такой мотив у нас получился. Как вы понимаете, это только часть работы. Смотрите, вот у меня есть готовая сережка и, как вы видите, здесь два мотива. Вот первый, а вот второй. Мы с вами сделали только один, соответственно сейчас мы будем выполнять второй и присоединять за вот эти пико. Второй мотив выполняется точно по такой же схеме. Я уже выполнила первое кольцо и набрала первые восемь узелков. Сейчас я буду выполнять соединение с первым мотивом. Далее продолжаем выполнять мотив по точно такой же схеме, как мы использовали в прошлый раз. Выполняем вот эти колечки и идем до самого последнего кольца. Выполнив последнее колечко, набираем пять узелков и разворачиваем работу для выполнения соединения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Набираем оставшиеся восемь узелков, а затем завершаем мотив точно так же, как и первый. Вот что у меня получилось. Смотрите, в работе Ксении есть еще и третий мотив. Он расположен поверх первых двух и соединяется он вот здесь, вот в этих местах. Но так как сирку мы все равно будем расшивать бусинами, я подумала и решила, что я не буду усложнять себе работу, а просто возьму и выполню отдельно третий мотив, а затем, когда буду выполнять расшивку, я его просто за эти пико пришью уже к готовому мотиву. Вот так. Итак, третий мотив у меня уже готов, и я буду сейчас прятать все кончики лишние, но оставлю вот эту длинную мононить, которая у меня осталась. Если же у вас остался коротенький кончик, ничего страшного, вы его прячьте, а для расшивки просто добавляйте новую нить. Для расшивки я буду использовать вот такую бусину, это гематит в диаметре 4 мм. Также мне понадобятся две граненые бусины, они чуть-чуть светлее, но тоже серого цвета, очень красиво переливаются на свету. И мне понадобятся две бисеринки, по-моему, это у меня 11 номер, если я не ошибаюсь. Они внутри черные, а снаружи прозрачные. Нитку в иголку я уже заправила, и сейчас через узелки пойду вот к этому пико. Выполню два узелка, чтобы закрепить нить. Теперь за пико будем пришивать третий мотив к первым двум, вот здесь. Музыка. 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 Теперь через узелки я пройду к месту, где мы должны присоединить второе пико. Пришиваю второе пико. Пришиваю второе пико. Когда третий мотив пришит, можно приступить к расшивке. Первое я буду вшивать вот такую граненую бусину в центральное колечко. Для этого я перейду снова по узелкам в это место, куда я буду вшивать бусину. Перед тем, как нанизать бусину, я пришью третий мотив к нижнему вот в этом месте, просто чтобы соединить два слоя. Перед тем, как нанизать бусину, я буду вшивать бусину. Перед тем, как нанизать бусину, я буду вшивать бусину, я буду вшивать бусину, я буду вшивать бусину. Перед тем, как нанизать бусину, я буду вшивать бусину. Прохожу через бусину несколько раз, чтобы хорошо ее зафиксировать. Теперь я буду вшивать вторую бусину, вот эту. Для этого снова прохожу через узелки, чтобы спуститься вниз по дуге. Вывожу иголку чуть-чуть ниже середины дуги и соединяю две дуги между собой. Вплотную не затягиваю, но свожу их чуть ближе. Теперь нанизываю бусину. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь вшиваю набор из бисеринки, бусины и еще одной бисеринки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как я закрепила эти последние бусины, вывожу нить наизнанку и выполняю несколько узелков, чтобы закрепить нить. Затем прячу ее в рядом расположенных узелках и отрезаю лишний кончик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если да, буду ждать ваших лайков и комментариев под видео. И обязательно заходите на канал Ксении или в ее инстаграм аккаунт, чтобы написать ей спасибо за эту замечательную схему. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!